Команды Ухты и Котласа приветствуют друг друга по-спортивному быстро и без лишних слов. Ведь в футболе сами за себя говорят только забитые мячи в ворота противника. А потому все игроки турнира изначально были нацелены на победу. Жена первое место занят и получил большой кубок. Хочется победы? Да. Чтобы победить и помочь команде выиграть на турнире. А почему вот нужна именно победа? Потому что мы долго трудились, наш тренер тренировал нас очень сильно и мы должны на этом турнире победить. Несмотря на юный возраст, все игроки турнира с футболом на «ты» тренируются по несколько раз в неделю. Но не только для того, чтобы достичь высоких результатов. Они просто любят эту захватывающую дух игру. Футбол это очень интересный вид спорта, он номер один в России. Ну, конечно же, просто очень интересно поиграть. Чем тебе нравится футбол? Красотой игры. Эмоций здесь было предостаточно. И у игроков на поле, которые старались обыграть соперников, и у тех, кто находился за чертой. Переживали за своих воспитанников и тренеры, и родителей юных футболистов. Я на карвалоле. Само собой, каждый родитель за своего ребенка переживает. Даже когда на скамейке запасных, все равно за всю команду переживаешь. У нас коллектив родительский слаженный. Так что за любого переживаем одинаково. Турнирный кубок главы Котласа является традиционным. В этом году он собрал 9 команд среди ребят 2007 и 2008 годов рождения. По три команды выставили Котлас и Вологда. По одной – Архангельск, Вельск и Ухта. Для юных футболистов эти соревнования стали после зимы своего рода втягиванием в новый сезон большого футбола. В условиях севера, где мы живем, очень мало есть возможности поиграть на открытых площадках. Поэтому, как только сходит первый снег, мы даем возможность ребятам поучаствовать уже в большом футболе, а не игре в зале. Второй у нас здесь. Турнир такой, можно поиграть. Для нас дикий уже большой футбол. У нас еще снега лежит. Поэтому мы сюда приехали, чтобы чуть побегать, подышать. Начинается новый футбольный сезон. Команд, особенно детских команд в нашем городе, с каждым годом становится все больше и больше. Наша федерация футбола сегодня одна из самых и многочисленных, и самых сильных в Архангельской области. Хозяева турнира не уступили приезжим командам. Котлашане забрали все медали. Золото завоевала команда «Локомотив-1». Второе место – НТК. Бронза у «Локомотива-2». Команда «Локомотив-1» отличилась еще и своими игроками. Лучшим вратарем турнира стал Денис Дресвянкин, бомбардиром – Григорий Своров, игроком турнира – Николай Кобылин. Лучшим защитником состязаний признали Григория Верещагина из Вологодской команды, полузащитником – Артема Шутова из НТК, а нападающим – Данилу Логинова из Ухты. Редактор субтитров А.Семкин